Ну или старше 18 лет. Добрый день, Степан Демура, в эфире программа Paradox, телефон студии 6510996, код город 495. Звоните, задайте вопросы. Сегодня мы поговорим о весеннем обострении в политической жизни страны. Ну, наконец, что-то любопытное стало происходить. Вот в новостях про господина Исаева говорили. У меня осталось впечатление, я прочитал эту статью, никого-то не оскорбляли, просто констатировали факты. На самом деле, я посмотрел послужной список господина Исаева. По-моему, он был коммунистом, анархистом, а теперь он государственник. Так что, наверное, он просто обиделся на возможность того, что его тоже могут назвать политической проституткой, как товарищ Троцкого. Вот, ну, на самом деле, тема у нас сегодня более серьезная. Поговорим мы сегодня о скандальном докладе Якунинского аналитического центра по поводу фальсификации выборов. Я, правда, честно говоря, не вижу ничего скандального, но об этом позже. А в гостях у нас сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Добрый день, Алексей. Здравствуйте. И Вадим Соловьев, депутат Госдумы, член фракции КПРФ. Ну что ж, господа, спасибо, что пришли. Ну, давайте начнем по существу. Как вы относитесь к содержательной части доклада Якунинского центра? Ну, я хочу сказать, лично для меня и для нашей фракции ничего нового, ничего удивительного в этом докладе не содержится, потому что по итогам выборов в Государственную Думу юридическая служба ЦК КПРФ, которую я возглавляю, собрала более 30 тысяч документов, доказательств, подтверждающих о том, что, мягко скажем так, результаты выборов в Государственную Думу были скорректированы в партии власти. Немножко цифры у нас расходятся. По нашей аналитике, по тем документам, которые мы располагаем, цифра КПРФ варьирует, по нашим данным, в районе 35%, в Единой России в районе 27%, примерно 12% у Справедливой России и между 6 и 7% у ЛДПР. Значит, поэтому, фактически, мы пришли к этому на основании сбора документов и проведения параллельного подсчета голосов, а Якунинский центр на основании, я так понимаю, математического моделирования с использованием научных методов данных. Поэтому, в принципе, ничего нового для нас нет в содержательной части. А вот с точки зрения временной, тут вопросы есть. Да, да, это мы переведем позже, просто хотелось бы содержать, но сейчас всего покрыть полностью. Вадим, а как вы считаете, существует обратная связь между ЦИКом и, скажем, территориальными избирательными комиссиями? В каком смысле? Ну вот, собирает территориальная комиссия данные по всем УИКам, посылает их в ЦИК, в ЦИКе дают распоряжение на то, так, ребята, в этом и в этом и в этом и в тех УИКах исправить уже протоколы, не вбросы, а протоколы, чтобы набрать заданное количество голосов. Как вы думаете, такое может быть? Обратная связь. Я хочу сказать, что... То есть манипуляция идет не на уровне вбросов, а уже на уровне ЦИКа. Я хочу сказать, что по этому вопросу можно только предполагать версии выдвигать, да? Значит, и формы, и корректировки результатов выборов, по моему мнению, они самые разнообразные, в том числе и с участием ЦИКа, и, по моему мнению, и с участием избирательных комиссий. Вы, когда идет подсчет по системе газвыборов, вы обратите внимание, что национальные республики, которые дают явку за единую Россию 117%, а количество голосов 120-140, они всегда находятся в самом конце. То есть идет просмотр того, какие итоги голосования идут по других регионах, и потом по этим регионам, которые абсолютно управляемые, дается команда, и там уже идет подгонка тех результатов, по моему мнению, которые устраивает партию власти, значит, и с использованием вот этой запредельной явки, запредельных результатов голосования. Ну, в военное время значение косинуса может достигать 110%, да? А вы, как считаете, Алексей, вы согласны с Вадимом? Ну, я веселья не могу разделить. Почему? А что нам еще остается? Ну, я как человек незаинтересованный в результатах выборов, я могу сказать, что да, злоупотребление, безусловно, есть. А как вы можете быть незаинтересованы? От этого зависит будущее страны. Я сторонний наблюдатель, я нет, о будущем стране как раз думаю. Но мне кажется, что... Давайте вернемся вообще к докладу, потому что тезис о том, возможно, нарушение или нет, конечно, возможно. Все возможно. Но мне кажется, что очень большую роль должна играть позиция властей по этому поводу. Если уж они берут на себя смелость говорить о том, что они за честные выборы, то это должно подкрепляться делами. И мне кажется, что ситуация стала выправляться в лучшую сторону. Во всяком случае, насколько я помню, в последних выборах, особенно президентских, власть совершенно четко дала понять, какие выборы ей нужны. Конечно, сейчас вы будете улыбаться, и коллега из КПРФ тоже будет улыбаться. И совершенно справедливо, потому что существует очень сильная разобщенность между верхним уровнем принятия власти, так сказать, средними звеньями и внизу. Внизу вообще редко когда доходят, что называется, сигналы из Кремля, сигналы из кремлевских башен. Вот. Поэтому злоупотребления, конечно, должны быть, но они не от большого ума, скажу я вам. Ну, смотрите, я как раз хотел вас... Вы упомянули выборы президента. Как и доклад. Сулакшинский тоже нет большого ума. А это мы сейчас перейдем к этому вопросу. Просто смотрите, ведь есть такая наука странная, старая такая, статистика называется. Она бесполезна для предсказания будущего или для анализа будущего, но для анализа прошлого очень подходит. Так вот, еще, по-моему, в апреле 2012 года в одном из физических журналов, британских журналов по физике, физических журналов, было опубликовано статистическое исследование результатов российских выборов в Думу и президента. Очень интересные результаты получились. Значит, ну, сейчас вам так по поводу на пальцах объяснить. Представьте себе двумерный график, да. По оси Х отложен процент голосов за, по оси У, наверное, видели эти рисунки, отложено количество этих самых, как это называется, не УИКов, а... Территориальных? Нет, самых маленьких. Участковых. Участковых. Участковых, которые... УИКи. Да. Участки, которые дали вот эти данные. Так вот, вот такой график. Значит, в том же Гондурасе, ну, не в нашем, а там, например, в Мексике, в США, в Европе, эта кривая выглядит как Гаусса, да. Если мы возьмем партии ЛДПР, КПРФ, справедливую Россию, выглядит как Гаусс. Единая Россия выглядит вот так, с очень большим толстым хвостом. И причем это случилось по всем крупным городам, по всем республикам. То есть, понятно, были вбросы сразу. Но, ведь там же еще интересная вещь, что на частотах, скажем, 55%, 60%, 65% и дальше идут всплески. Понимаете? И когда сказали о выборах президента, в Москве было очень много наблюдателей. И когда выбирали Путина в Москве, вернее, не выбрали, то там кривая за Путина была почти как Гаусс. То есть, стандарт, мировой стандарт. Но в Питере, по Москве, в Питере то же самое, что и на выборах. Все зависит, все зависит от главы региона. Правильно. Забянин очень четко, во-первых, он сломал Лужковскую систему, во-вторых, он четко дал понять, что не потерпит никаких изменений. А скандал бы был, просто бы, да? Ему бы не дали. Поверьте мне, поверьте мне. Там, где, там, где... И, извините, просто... Да, на указание, что называется. И цифры как раз получаются такие, как в докладе, то, что вы назвали. Ну, с этим, так сказать, я считаю, что мы с предметной частью разобрались. Теперь переходим к самому интересному, к конспирологии. Итак, господин Якунин, ну, вроде хорошо живет. Руководит РЖД, не бедный человек. Регулярно входит в список возможных преемников Владимира Путина. Да, вполне, как конспиролог. Да, наверное, список Форбс, кстати, тоже. И вдруг такое вот непонятное. Вот к чему все это? Вадим сказал, что это Якунинский центр. На самом деле, вы должны совершенно четко понимать, что такое глава попечительского совета, а что такое научный совет, центр. Потому что это, конечно, доклад Сулакшин. И Степан Сулакшин известная личность, которая, да, которая, во-первых, довольно серьезно и давно испытывает симпатии к КПРФ, надо сказать. И я думаю, что в данном случае имело место быть некий сбой в обратной связи между ним и господином Якуниным. Почему? Потому что сейчас очень сложная ситуация находится в Единой России, это совершенно верно. Некоторые депутаты совершенно дезориентированы. Они не понимают, кто будет следующей партией власти на выборах 2016 года. И поэтому, это называется, нервы не выдержали у человека. Это как разговор о политических проститутках. У человека не выдержали нервы. Он подумал, что хорошо бы сейчас вот такую информационную бомбу в этот колодец. Вот. И бомба взорвалась, действительно. Сначала замерили мнение. Алексей, я позвольте, чтобы не забыть вопрос, у меня возник. Я просто поспрашивал людей, с которыми общаюсь, знаком, по поводу этого центра. И мне было что-нибудь четко и однозначно сказано, что без ведома Якунина ни-ни. Я хотел как раз об этом говорить, потому что Владимир Якунин ровно через день, после того, как сняты были все комментарии, он сказал, что у меня возникли вопросы к авторам этого доклада, его адекватности. И дальше, дальше больше становится. Я, возможно, с этим центром-то больше ничего иметь не буду. Но проблема в том, что там не один десяток лет сотрудничества. И вы совершенно правы. Едва ли думаю, что этот доклад вышел без, что называется, соответствующего розчерка, соответствующего пера. Я думаю, что вот эта страничка, вот сейчас лучше найти эту страничку, пока она не исчезла. Она скопировала уже, да? В жерле какой-нибудь, да. Ну, к сожалению, мы должны прорываться на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Добрый день, снова программа «Парадокс». С вами ведущий Степан Димура. Тема нашей сегодняшней программы – это весеннее обострение политической жизни замечательной страны. У нас в гостях Алексей Мохин и Вадим Соловьев, депутат Госдумы, член фракции КПРФ. И обсуждаем мы сегодня вброс, да, такой называемый вброс по поводу результата выборов, да. Так, Алексей, продолжите свою тему. Что без господина Якунина ничего не выходит. А тут вдруг вышло. Я думаю, что... Простите, погоди. Я думаю, что на самом деле эта бумажка с визой, скорее всего, уже исчезла. Потому что, понятно, что такой большой начальник не должен подставляться по такому, в общем, мелкому случаю. Но, на самом деле, я бы оценивал не перипетии и особенности внутренних жизней отношений господина Соловьева и господина Якунина, а сосредоточился на результате, который произвел этот доклад. На том эффекте, который произвел этот доклад. Результат его следующий. КПРФ выведена на линию огня. И сейчас, судя по всему, по ней будут носиться определенные информационные удары. И, кстати, это происходит практически всегда, когда на носу думские выборы. Продолжая конспирологическую теорию, отсюда следует ожидать волны слуха о том, что дума скоро будет распущена. Но они уже появились. Они уже появились. И, скорее всего, КПРФ опять ожидает нелегкие времена. Потому что она воспринимается теперь опять, я не знаю, искусственно, с какой целью и так далее, как основной оппонент партии власти. Мне кажется вообще, что все вот этот информационный шум призван послужить одному. Отвлечь внимание общественности от внутренней ситуации в самой единой России. От того, что там происходит. А происходят там действительно странные вещи, потому что впервые за, ну, пожалуй, год в единой России, более-менее уже привыкшей к лидерству Дмитрия Медведева, уже привыкшей к тому, что Владимир Путин на нее обращает не так много внимания, как раньше, там появились панические слухи о грядущем распаде. Я думаю, для того, чтобы, так сказать, привести в чувство партийцев и забабахали этот проект. А каким образом их можно привести в чувство? Ну, я думаю, во-первых, первый шаг к решению проблемы, связанной с паникой, это устранить источник паники или эту панику снять, что называется. Вот, я думаю. А источник паники, хорошо, давайте просто очень интересно. Источник паники, вернее так, причина паники стоит в том, что непонятно, кто будет следующей правящей партией. Потому что Единой России никто ничего не обещает. Вообще Российского народного фронта еще нет. Но все идет к тому, что народный фронт так или иначе будет в виде какого-то института, общественное ли движение, либо мы это узнаем в мае-июне, когда состоит съезд, либо партии все-таки, он будет присутствовать в политическом поле. И о том, как поделиться, скажем так, как Единая Россия будет делиться с ним списком, или вообще не будет делиться списком, или Единая Россия войдет в состав народного фронта, никто не знает. И сколько нужно брать за место в списке. Все это, все это, ах, вы меня поймали, хорошо. На самом деле сейчас, я так понимаю, на это обращают особенное внимание с целью борьбы с данной процедурой. Не, ну послушайте, когда справедливая Россия занималась демпингом по 500 тысяч евро за место, ну это... Никто ей спасибо не сказал. Вы знаете, честно говоря, мне очень странно обсуждать, потому что я к этому, я думаю, вы, не имеете никакого отношения. Можем обсуждать это как досужие наблюдатели, что называется. Я с этим столкнулся. Возможно, следует спросить Вадима просто на эту тему. Нет, а смотрите, Алексей, Вадим, вот у меня вопрос такой. Я уже, наверное, так года два или три назад высказал такое мнение, что, господа, когда нефть будет 50 и 60, нужно будет кого-то скормить. Не факт. Народу. Не факт. Сейчас, подождите. И я считал, что это будет либо Медведев, или Единая Россия. Ну, потому что на них повесить всех собак. Нет? Нет, нет. Дело в том, что кабанчика нужно забивать, когда он уже вырос до размеров, и дальше он уже не может. Раньше забьешь, потеряешь, что называется, живой вес. Я не думаю, что ни Дмитрий Анатольевич Медведев, как вы выразились, надо кого-то принести в жертву. Ни Единая Россия не является этой жертвой. Я думаю, что Единая Россия даже будет принимать часть в следующих выборах. Только в каком амплуа? Вот это не совсем понятно. Что касается Дмитрия Медведева, то очевидно, что выгоднее держать его премьером, потому что он собирает на себя... Весь негатив. Весь негатив. Как в свое время Сердюков собирал весь негатив. В нужный момент просто он ушел в отставку со всеми вытекающимися последствиями. Я не каркаю. Я не... Ну, просто целесообразно. Это не целесообразно. Гораздо эффективнее сейчас щелчками вышибать министров, которые вызывают наибольшее разотражение у общества. Ну, это стандартная практика. Но это к управлению государством не имеет никакого отношения. Это все политика, что называется. Главное, чтобы исполнительная вертикаль работала эффективно. Главное, чтобы Государственная Дума... Вот сейчас идут эти процессы все очистительные, так называемые. Клизменные. А они... Главное, чтобы депутат и представители исполнительной вертикали были неуязвимы хотя бы извне. На это, я так понимаю, направлены усилия по, так сказать, запрету владения иностранными счетами и активов. Ну, сейчас же вроде снова разрешили. Домики ладно, дачки ладно. Дачки ладно. Но вот действительно, владение иностранными счетами, это очень странно для представителя государственной власти в России. Это действительно должно быть устранено. Ну, во всем мире это не запрещено. У нас специфическая страна, вы понимаете. А у нас же суверенна демократия. Точно, совершенно верно. А вы согласны, Вадим, что вас подставляют под удар? Я хочу сказать, что Компартию Российской Федерации подставляют под удар в течение 20 лет. Поэтому мы к этому абсолютно привыкли и готовы в любой момент принять этот удар и ответить на этот удар. Поэтому вопрос не в этом, что Компартию кто-то подставляет. Вопрос значительно глубже и серьезнее. Выборы показали в Государственную Думу о том, что рейтинг Единой России и то количество голосов, к она на самом деле получила, уже не обеспечивает ей первенство. В народе даже анекдот появился, что избиратели Единой России, они как педерасты. Их много, но, суди, знакомых нет. Значит, и этот рейтинг продолжает падать. Значит, и единственная возможность выигрывать выборы для Единой России, это страшный административный ресурс. Но административный ресурс, он сегодня наталкивается на уже серьезное политическое сопротивление. Когда молодежь, студенты, значит, политические партии самых различной направленности начинают выходить на улицу и начинают создавать еще большую угрозу, чем если бы опубликовали правильные результаты выборов. Поэтому в этой ситуации нужно срочно пересаживаться в другую воду. Вы намекаете на события на Манежный, на Сахарова. Разве это угроза? Это угроза. Я хочу сказать, такая реакция, которая произошла со стороны власти на эти события, как раз и показывает, что это угроза. И это реальная угроза. Это уголовные дела, это усиление ответственности за проведение митингов и демонстраций. Это дискредитация, откровенная дискредитация представителей оппозиции, руководителей. Это изгнание из думы Гудкова-старшего и так далее, и так далее. Вы знаете, я с вами здесь не соглашусь, на самом деле. Я придерживаюсь с той точки зрения, что все эти выступления, там, Навальный, Немцов, все это, бла-бла-бла, оно как раз было, в общем-то, организованное Кремлем, наверное, тоже, потому что, ведь к чему это привело? Это привело к тому, что народ испугали расколом и сдачей страны, и только Путин может нас объединить и повести в светлое будущее. Степан, настоящий конспиролог, я восхищаюсь вами. А что, разве нет? Это действительно такая точка зрения существует, она очень привлекательная, я бы тоже. Я хочу сказать, понимаете, вот мы берем всегда за основу те протестные акции, которые проходили в Москве, и которые якобы организовывала несистемная оппозиция. Значит, нужно посмотреть, что происходило по всей России, от Владивостока до Калининграда, и основными организаторами этих акций были коммунисты. Я от Твери избирался, мы проводили три большие акции, значит, именно мы подавали заявки, организовывали и так далее, но туда подтягивались и справедливая Россия, и яблоко, и ЛДПР, и несистемная оппозиция, и так далее. Поэтому, от этого, от 1000 до 2000. Для Твери это много. Это много, да. Последний раз я помню такие выступления того времени монетизации льгот, которые были, если вы помните, тогда с перекрытием дорог. Вот это впервые с того времени такие массовые акции. Поэтому власть понимает о том, что нужно пересаживаться в другую лодку под другим названием, и более того, в этой лодке уже должно быть другое направление. Ведь Народный фронт это не либералы в экономике, а это уже левые, ну, социалисты их еще не назовешь, так, ну, левые центристы, в которых подтягиваются представители трудовых коллективов, рабочие. Я вот в Государственной Думе работаю и посматриваю за отношения депутатов Народного фронта и Единой России. Народный фронт уже себя оппонирует Единой России и уже говорит о том, что они не единороссы. Вот уже в какой стадии сегодня отношения. Вы считаете, что Народный фронт это не нечто из сурковской пробирки, это что-то действительно реальное? Значит, я хочу сказать, что это очередная партия власти, которую, смена вывески. Значит, те же люди, те же идеи, значит, но уже под другой вывеской. Шире массы. Да, 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 да. И широкая опора на массы, которые есть. Рабочих Уралвагон. Конечно. Но Единая Россия это серьезная структура, она продолжает оставаться такой. И для того, чтобы показать, дать сигнал о том, что пора уже к Народному фронту подтягиваться. Значит, и мы уже на Москве это видим, что господин Собянин уже ушел с Единой России, да. И вместо нее вот там избрали очень уважаемую учительницу. Но лично для меня ее фамилия ни о чем не говорила, когда ее избрали. Нужно дать сигнал на местам элитам о том, что пора готовиться к переброске. И доклад это нормально в этом направлении. И плюс еще как раз указать на то, кого нужно мочить. И кого мы будем мочить в самое ближайшее время. И вот эти вот скандалы с депутатами, они не коснулись ни одного депутата с Народного фронта. Обратите внимание. Значит, поэтому тут значительно серьезно и глубже, чем можно было бы предположить. А вы что думаете, Алексей? Ну, представители Народного фронта, они коснулись, потому что у них нет таких, такого рода материальных благ. А если они есть, то они столь незначительные, что они вызвали бы внимание публики. С одной стороны, я не согласен в корне, что Народный фронт будет левым. Он скорее будет правым и центром. Алексей, так вот, давайте тормозим просто, давайте определимся, что такое... Нет. А, да, почти. Хотел задать вам вопрос, потому что я все время... Давайте, знай, о том я после... Кто такие левые, кто такие правые? На мой взгляд, левые, это люди, которые... У нас все перепутано. Ставят больше, во главу глаз, скажем так, общественную и народную собственность. А правые, те, кто ратуются за частную собственность и традиции. С этим связаны. Хорошо, хорошо, все, значит, левый и правый. Все, Алексей разобрался. Уходим на новостной перерыв, оставайтесь с нами. А мы снова в эфире, это программа «Парадокс», ее ведущий Степан Демура, телефон в студии 659-96. Сегодня у нас в гостях Алексей Мухин и генеральный директор Центра политической информации Вадим Соловьев, депутат Госдумы, член фракции КПРФ. И обсуждаем мы вброс, скандальный вброс по поводу результата выборов от Центра Икунина. Зачем он был сделан, что последует и вообще, что такое «Единая Россия», какая судьба и вообще, какова судьба нашей замечательной демократии. Так вот, Алексей, вы мне объяснили, кто такие левые и правые. Обсуждаем, докатились до Народного фронта. Мне кажется, что Народный фронт все-таки не будет левым, хотя левый привкус там присутствовать обязательно будет. Популизм. Эта тема не согласен. На самом деле, вот называть ли популизмом социальную политику Владимира Путина, с одной стороны, посмотришь популизм, а с другой стороны, посмотришь социальные обязательства, которые он взял на себя, выстраивая социальное государство. Понимаете, тут с какой стороны посмотреть? Точно так же и Народный фронт. Я так понимаю, это все-таки будет очень пестрая поляна политиков, где будут представлены и одиозные личности, и знаковые фигуры. При этом вы показали на Вадима Славьева. Мне бы хотелось... Нет, я апеллирую просто. А, вы апеллируете. Я апеллирую просто, да, как специалисту, человеку, который в Думе просто наблюдает это воочию. Я думаю, что именно в этом должна состоять, так сказать, смысл Народного фронта. Он уже общероссийский, значит, там каждой твари должно быть, извините, по паре. Но при этом, мне кажется, крайне сомнительным перспектива создания из Народного фронта пестрого лоскутного одеяла в политическом смысле. Должна быть идея. Эта идея должна овладеть Народным фронтом для того, чтобы он стал действенным политическим инструментом в руках, сами знаете, кого. А то, что он создается под Владимира Путина, это совершенно очевидно. Причем для участия его как политической фигуры в следующих выборах. Парламентских и, возможно, президентских, если Бог удаст. Так вот, мне кажется, что Народный фронт был бы эффективен крайне в виде такой гвардии или ордена людей, объединенных идеей. А-ля темплиеры, да? Совершенно верно. Которые действительно могут противопоставить остальным структурам, очень опытным, той же единой России. И я не сбрасываю ее со счетов, потому что она представляет интересы бюрократии. А это класс очень сильный политический. И здесь необходимо... Единая Россия будет, она будет жить. Под Медведевым, под кем угодно, она будет жить. Потому что есть заказчик. Точно так же опытные партии ЛДПР, КПРФ. Я справедливостью умышленно не называю, потому что она в последнее время совершила ряд действий, которые ведут к явным ее развалу. Но здесь на первый план выходит все-таки КПРФ, потому что это единственная партия в политическом смысле этого слова. Она организована как политическая партия, она имеет хорошую электоральную историю. И программу. И да, совершенно верно. И любые попытки, самые серьезные попытки ее развалить, которые предпринимались с стороны Кремля, они достигали успеха. Но до конца это не происходило никогда. Как в Феникс КПРФ возрождалось из пепла каждый раз. Почему? Власти делали ошибки. Например, отменив статью против всех. Они добавили КПРФ очень хорошо. Например, сделав такой невнятный проект, как «Справедливая Россия». Люди, которые сначала перешли туда, а потом также побежали обратно, потому что они поняли, что там… Но «Справедливая Россия» стала отбирать голоса у «Единой России». Если власть дальше будет делать такие ошибки, я думаю, что у КПРФ на следующих выборах будет все в порядке. Но Народный фронт — это структура, которая… Возвращаясь к нашим баранам. Народный фронт — это структура, которая создается под конкретное лицо. И это залог успеха в России, успешности политического проекта в России. Вот мне кажется, что я в свое время предлагал и Владимиру Вольфовичу Жириновскому, и Геннадию Андреевичу Зиганову подумать об уходе. А потом я понял, что это невозможно, это конец партии, на самом деле. Пока эти люди будут осуществлять, у них будет стержень. Если эту стержень заменить, вытащить и заменить, то это уже будет совсем другой партийный продукт. Поэтому я думаю, что на срезе в одном случае и в другом было принято правильное решение. Но ситуация может быть катастрофической, потому что все мы люди, все мы смертные. И партия, любая структура, будь то Народный фронт, или КПРФ, или ЛДПР, надеется на одного человека, она может в одночасье все потерять. И это смущает. Хотелось бы сождать все-таки систему устойчивых политических фигур. Хотя бы, чтобы было несколько лидеров. Совершенно верно. Которые бы заменяли друг друга, если что. Вадим, есть в КПРФ такие люди? Я хочу сказать о том, что с нашей точки зрения партии, они выстраиваются либо под идею, как это в КПРФ, либо под лидера, вождя, как это ЛДПР или Владимир Владимирович Путин, да, вот под него. Вот Народный фронт под Путина, там и идея не нужна. Он сам идея, олицетворение. ЛДПР тоже не нужна идея. А какую идею олицетворяет Путин? Он сам идея. Владимир Владимирович Путин, это сама идея и есть для этой партии. Да, вот есть лидер, и вокруг этого лидера все строится. Точно так же, как Деголь во Франции. Ну, вообще-то у Деголя была программа. И у Владимира Владимировича есть программа. Но это уже другой вопрос. Социальное государство. Это конституционное письмо. Это серьезно, да, совершенно верно. А у КПРФ идея социальной справедливости. Идея социальной справедливости. Поэтому вокруг идеи социальной... А идея социальной справедливости, она бессмертна. Пока будет жить человек, пока и будет эта идея. Поэтому коммунистическая идея, она бессмертна. И никто, никогда, нигде, ее не убьет, не похоронит. И фашистские режимы коммунисты прошли. И Гитлер не смог ничего сделать с коммунистической партией. Национальный социализм и коммунизм разница небольшая. Но, смотрите, я... Вот вы сказали очень интересную вещь. Я, на самом деле, последние сколько? Последние два цикла выборов всегда голосовал за коммунистов и призывал голосовать остальных. Вот вы сказали, социальная справедливость. Путин строит социальное государство. Разница, сказать, есть? Есть. Какая? Дело в том, что Владимир Путин не может себе позволить, как президент и гарант Конституции, не может себе позволить уйти на позиции социальной справедливости в том понимании, в каком понимает КПРФ. Почему? Потому что КПРФ оппозиционная партия, у нее другое понимание справедливости. Понимаете? Помимо этого, в понятии государства заложено понятие справедливость с одной стороны, но с другой стороны право. И от этого никуда не деться. Право и справедливость понятия не совпадающие. Согласен. Сommen. Спросите кого угодно, что называется. Я сам столкнулся с системой. Я сам столкнулся с системой. Я не понимаю для себя позицию Путина. Он строит социальное государство. КПРФ выступает за социальную справедливость. В чем разница? В том, что позиция... Потому что, в принципе, для электоральной базы так называемого народного фронта идеи КПРФ должны быть значительно ближе. И что их будет сплачивать? Направление. Направление движения. Они вместе идут, просто другой дорогой. Это раз. Второе. Вы спросили, чем руководствуется Путин. У Путина из-за огромного количества возможностей и ответственности больше. И ударить его можно очень легко. В том смысле, что слабых мест очень много. Из-за присутствия огромного количества обязанностей. Понимаете? Люди, которые его критикуют, часто сосредоточены на определенном участке. И здесь найти слабое место гораздо сложнее. А какие сильные... А хорошо, вопрос такой. Поскольку мы стали говорить о Народном фронте, вот прошло, скажем так, 12 лет правления Путина. И что хорошее он сделал для страны? Чем он мог гордиться, на ваш взгляд? Рассуждая как историк, во-первых, сохранил целостность страны. Это не аргумент. Во-вторых, почему? Ну, ничего не сохранял. То есть, что бы я ни сказал, сейчас будет развиваться. Нет, 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 нет. Тогда дальше. Экономическое положение страны улучшилось. Внешнеполитический имидж улучшился, несмотря на демонизацию Путина лично. Территориально мы немного, скажем так, приросли. Мы институализируемся на постсоветском пространстве. Мы, по сути, выстроили сейчас, не восстановили еще полностью, но выстроили транспортную инфраструктуру и выстроили логистику. Для того, чтобы дальше работать и с Востоком, и с Западом. На самом деле, страна нормально развивается. Я не говорю, что все в порядке, все замечательно. Но она двигается в правильное направление. Хорошо. Вадим, а вы как считаете? На тот же вопрос. Я хочу сказать, что я согласен с моим коллегой. С точки зрения того, мы лично считаем, что историческая заслуга Путина, даже такие высокие слова, именно в том, что он не допустил развала страны. И все. Больше никаких положительных моментов в его деятельности с точки зрения решения социальных вопросов, с точки зрения экономики, с точки зрения купления обороноспособности, мы не видим в его деятельности. Значит, хочу сказать о том, что решение социальных вопросов, как можно говорить о решении социальных вопросов, если у нас пенсия в три раза меньше, чем в советский период, если у нас минимальная зарплата меньше в три раза, чем в советский период, это в 90-й год. То есть, нужно просто отъезжать 100 километров Амкада, грубо говоря, и все понять. Отъехав 100 километров Амкада, кстати, я очень часто езжу в провинцию, и наблюдая автопарк и фасады зданий, я вижу изменения к лучшему. Вы знаете, я ездил в 90-х, я ездил в 2000-х, я езжу сейчас. Вы знаете, просто в 90-х и в 2000-х нефть была значительно дешевле. А давайте оценим туристические потоки. Куда? Туда и обратно. Туда и обратно. Я говорю, нефть была значительно дешевле. Да, ну я вас умоляю, был 2008 год, когда нефть стоила вообще, даже не названным вам 60, 30 долларов за баррель. 37 долларов. И что случилось с экономикой? Ничего не случилось. А вы никогда не задумывались над тем, что повезло просто потому, что нефть стоила 37 долларов всего в течение двух-трех дней? А потом снова ушла на 90. Да, я вас умоляю, нет. Хорошо, вопрос. У нас есть телефонный звонки. Если нефть упадет. Добрый день. Если нефть упадет, все будет хорошо, как нас убежает. Да, Юрий, вы на связи. Алло. Добрый день. Добрый день. Алло. Я был наблюдателем на обоих выборах. У меня вопрос господину, точнее, товарищу Вадимову, юристу от КПРФ. Скажите, пожалуйста, вот эфиров многих радиоканалов и весь год нам рассказывали, как вы собрали там 200 данных, значит, 200 участков в Питер, в Санкт-Петербурге для вас в Ленинграде, что вы вот-вот-вот-вот сейчас все подготовите и, наконец-то, так сказать, подадите в суд и, значит, покажете всю эту вот эту нечастопотность выборов. Но, наконец-то, вы можете рассказать, почему вы слили все вот это вот, все ваше вот это вот... Кстати, хороший вопрос. У меня такой же вопрос возникает. ...проделанную работу, да, и тем самым отвернули от себя много людей, которых я общался, вот у многих, так же, как и Типан Геннадьевич, проголосовали за вашу партию, только исходя из того, что вот какая-то там альтернатива. А теперь они говорят, да как можно, если они так это все слили, я теперь в жизни не буду голосовать. Надеюсь, и Типан Геннадьевич так же не проголосовали. Ну, я добавлю к этому вопросу, на самом деле. Ведь господин Зюганов утверждал, что если выборы будут сфальсифицированы, мы выведем народ на улицы. И вместо Зюганова и народа на улицы вышли городские покемоны. Вот как это совместить? Я, кстати, присоединяюсь, я хотел задать это. Я хочу сказать... А кто? Для меня вопрос важный. Да, я хочу сказать о том, что у вас просто отсутствует информация о нашей деятельности. Мы подали не по 200 участкам, мы подали по 10 тысячам участков по стране. По одной Москве 536 судов мы прошли, и по всем 536 нам отказали. Мы подали сотни тысяч заявлений в прокуратуру, в Следственный комитет о возбуждении уголовных дел по фальсификации. Вчера ребята с Татарстана проезжали, показывали мне отказные материалы. Это смех и слезы наши. Поэтому обращаться сегодня... Вадим, продолжим после новостей. Снова программа «Парадокс». С вами доведущий Степан Димура. Как это отражается в наших кассификах? Они становятся меньше. У нас в гостях сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации Вадим Соловьев, депутат Госдумы, член фракции КПРФ. И рассуждаем о весеннем обострении политической жизни страны. И задаемся вопросом, не перейдет ли это обострение в уже такую полностью развитую шизофрению. Я такой шутлив. Закончить хотелось бы свою мысль. По всей видимости, уважаемый слушатель не знает о том, что КПРФ дважды обжаловала итоги выборов в Верховном суде и дошла до Европейского суда по правам человека. И Верховный суд занял такую позицию. Пока каждое нарушение вы не обжалуете в районном суде, обращаться в Верховный суд вы не имеете права. Это сколько нужно обжаловать? Правильно. Поэтому мы этими занимаемся. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, откуда информация у коллеги о том, что мы отказались от судебной защиты. Вадим, второй вопрос остается. Зюганов обещал вывести народ на улицы и чуть ли не сдать мандаты. Почему он этого не сделал? Я хочу сказать, что мы вывели людей на улицы сколько, сколько могли. Вот мы вывели в Твери 2000 и больше не смогли. Мы, люди выходят на наши митинги не за деньги. Мы никого не покупаем и не приглашаем и не создает видимость, как некоторые наши коллеги из других партий, которые проводят свои митинги. Мы призываем людей, объясняем, говорим. Вышло столько, сколько могло выйти. А смысл сдачи мандатов имеет место, в моем понимании, только в том случае, если с помощью сдачи мандатов можно добиться отмены результатов выборов. А когда они могут быть отменены? Когда в Думе останется одна единственная фракция. Жириновский сразу сказал, что они свои мандаты не отдадут. Справедливая Россия тоже сказала, если бы КПРФ сдала те мандаты, которые она честно завоевала в тяжелейшей борьбе, то наши бы мандаты 92 поделили между ЛДПР, Справедливой Россией и Единой Россией, и на этом все кончилось. Но зато бы вы завоевали столько голосов на следующих выборах. Не нужно быть наивными. Не нужно быть наивными. Мы в Твери, в городскую думу, досрочно пошли на распуск думы, досрочно пошли на выборы. И вместо 12 мандатов получили 4. Потому что администрация, административный ресурс был такой, что там даже желающие нас поддержать люди не смогли пересилить этот административный ресурс. Поэтому надо быть реалистами, а не фантазерами в политике. Я не могу удержаться от иронии относительно того, что вы же партия идеи. А ради идеи можно поступать и против рациональности и прагматизма. Я вижу прагматизм в ваших действиях. Я не имею в виду КПРФ, я вас не пересвентирую сейчас. Действует КПРФ. КПРФ действует прагматично, да, как политическая партия. Но меня тогда, честно говоря, как избирателя, меня задевает то, что сначала громогласно произносится одно, а потом делается совершенно другое. А что именно мы не сделали с того, что Беннадий Андреевич говорил? Я имею в виду сдача мандатов. А сдача мандатов была при условии сдачи другими партиями? Нет, нет, это все отговорки на самом деле. Не надо слушать, что говорит Зюганов. А не то, что вы хотите услышать. Это все отговорки. Так, все, давайте. Не будем ругаться. Все понятно. Почему нет? Ну, мы все-таки не Жириновский, не нашел бы Нихила, да, или там где у него шоу. Давайте возьмем телефонные звонки. Сергей, добрый день. Алло. Извините, связь? МТС. Да, Павел. Здравствуйте. Здравствуйте. Для нас всю жизнь ГБ было как последняя надежда на справедливость. Ну, менты воруют, но ГБ узнает, порядок будет. То есть, а оказалось, что паук-то там, и в Аван Питерской пришел, порвал страну в клочья. А вы пытаетесь говорить, что волк-то он разрулит. Да делов не будет, не пей. Хоть какая там, народный фронт, хоть что. Все, все потеряно. Ну, тяжело не согласиться, глядя на образование, медицинское обслуживание. Я уже не говорю об армии, инженерных школах. Есть что-нибудь добавить? Ну, не будем. Я не против. Я не против такой формы выражения своей политической позиции, но она бессмысленная. Она деструктивная, и она не ведет ни к чему хорошему. Если у вас есть какие-то предложения взамен, предлагайте, выбирайте, голосуйте. Посмотрите на явку избирателей. Она же низкая, особенно в региональных выборах. Проявляйте гражданскую ответственность, выдвигайте лидеров. Не ведитесь на уловки общества потребления и политтехнологий в виде рекламы. Извините. Но зло иногда берет, потому что на самом деле российские граждане крайне несознательны. После этого потом, конечно, выгодно сидеть и ругать власть просто. Приходите, берите власть. Это в Конституции записано. Народ источник власти. Я хочу сказать, что смена власти каким образом происходит? Желательно мирно. Либо нормально, демократическим парламентским путем, путем голосования и выборов. И за это сегодня выступают все ведущие партии. И такая возможность сегодня еще не исчерпана. Вы так думаете? Конечно. Иначе смысла бы в нашей деятельности не было никакой. Поэтому я хочу сказать о том, что если оппозиция осознает, что сегодня нужно объединиться вокруг компартии Российской Федерации, как ведущей политической силы, и на выборах пойти единым фронтом, то тогда коммунисты придут к власти и изменят систему выборов ее. И установят нормальные демократические выборы. И проведут их сразу после того, как они смогут это изменить. И тогда проголосовали за правых, ради бога. Проголосовали за левых, ради бога. Но чтобы этот механизм работал, и чтобы выборы соответствовали волеизъявлению избирателей. Но для этого нужно осознать. И Грузия показала, что такая возможность существует. И пока она существует, мы будем отстаивать парламентский путь. Теперь вы понимаете, что смысл доклада Сулакшина и Тихонина? Алексей, извините, Вадим, вопрос вот к вам. Я этот вопрос даю всем гостям, которые приходят, и с которыми мы говорим на такие политические темы, а не экономические. Вот вы лично, вы еще считаете, что у страны есть время до следующих выборов? Я хочу сказать, если быть реалистом и понимать, что происходит в стране, то оппозиция может прийти к власти только в двух случаях. Значит, первое, это объединившись вокруг самой главной силы. И второе, если цены на нефть действительно упадут до 40-50%. Пока цены будут держаться на 117 долларах, любые негодования, любые выступления, они просто вот этим долларовым потоком гасятся. И поэтому нужно это понимать. Упадут цены. Если удастся оппозиции объединиться, значит, мы придем к власти, оппозиции, я имею в виду, нормальным демократическим путем. Если честно, я не понимаю вот этой фиксации на высоких ценах на нефть, элиты и научные элиты и, главное, бизнес-элиты. Но излишки этих денег все равно выводятся за рубеж. Их нет в стране. Считайте, что у вас нефть 30 долларов. Это не излишки. Нет, 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 нет. Послушайте. Тоже давайте не будем упрощать. Вот, видел я расчеты Альфа-банка. Бюджет 2012 года был составлен исходя из 145 долларов за баррель средней цены. Поэтому, вы мне извините, когда-нибудь будет 30-40, на какие шиши выполняется с обязательствами? Да. Вопрос. Пенсии чем платить? Хорошо, можно включить печатный станок ЦБ. Всегда, пожалуйста, они врубят, наполнят бюджет. А что-то будет с инфляцией? И как это отразится на общественных настроениях населения? А кушать будет нечего, работы не будет. Никак не отразится. Работы не будет. Население подтянет пояса и скажет, ну и ладно. И будет работать дальше в другом секторе. Поверьте. Вот честно скажу, вот манипулирование официальными госстатскими сведениями о средней зарплате, о маленькой пенсии, они никак не соотносятся с реальной жизнью. Потому что... Я Росстат не смотрю вообще. Бедных бабушек очень мало, поверьте мне. А бедных людей тоже? Очень много. Очень много. Ну, не так много. Я хочу сказать, что настроение людей во многом зависит, нашего человека, избирателя, от состояния его желудка. Значит, и хочу сказать, что чем удалось продержаться вот это время? Тем, что съедали то, что было наработано в советский период. Значит, сейчас уже практически все скушали. Значит, сейчас добрались до социалки, отменяем бесплатное образование, бесплатную медицину, закрываем роддома и так далее, и так далее. Значит, и одновременно, одновременно, если сейчас еще упадет заработная плата или возникнут проблемы, значит, или пенсии, взрыв неминуемый. Ну, на самом деле, давайте возьмем один телефонный звонок. Да, добрый день. Юрий. Добрый день. Да. Я вот сейчас прекрасно слышал разговор, что да, действительно, мы пока еще сыты, но смотрите, мы можем взорваться. И вот за обман. Посмотрите, когда было голосование, оставить Советский Союз или нет, 99% проголосовало за то, чтобы оставить Советский Союз. Кто нас послушал? Никто. Сейчас последние выборы были президента. Вот сын ко мне приходит и говорит, пап, мне в пятницу, ему уже составили списки, в пятницу, в воскресенье выборы, в пятницу составили списки, и под роспись, кто не поедет на спуск, в Кремлю туда, будут уволены с работы. Какие могут быть честные выборы? Нету их сейчас. Вот в шестьдесятые годы я уже думаю, идти, не идти, без толку. Вот как вот это получается все? Ну, вы знаете, я вам отвечу так, что на самом деле любая манипуляция выборами и результатами, рано или поздно наталкивается на мощность сопротивления населения, если оно идет и голосует. Понимаете? На мой взгляд, вы можете, машинка там, я называю, машинка Суркова-Тюринга, которая стоит в ЦИКе, она может вам нарисовать 20-25%, но 30% она уже может и не нарисовать. Нужно ходить на выборы. Понимаете? Просто вы должны понять, ну, простую вещь, что каждый голос имеет значение. Вот вы говорите, что все это бесполезно. Нифига подобного. Если больше людей придет на выборы и выскажет свое мнение на выборах у избирательных урт, возможно, что-то изменится. Но, еще раз, у меня существует очень серьезное такое опасение, и я его не раз высказывал в открытой, что до следующих выборов при существующем режиме страна просто не дотянет. Вот в чем дело. Да, у нас минута осталась. На самом деле революция может произойти на самом деле, как слом государственной машине, либо с помощью очень бедных людей, дико бедных людей, либо с помощью очень богатых. Очень бедных никогда революцию не делали. Либо очень богатых. На самом деле средний класс, это не революционный класс. Согласен. Он может выходить на улицу, он может требовать все, что угодно, его просто не будут слушать. Он сначала должен быть любинизирован. Именно поэтому политические проекты, которые ставят интересы супер богатых людей, они могут изменить ситуацию. Либо супер бедных людей. Среднеклассовые, скажем так, партии, которые интересуются на средний класс, это партии эволюционного развития. Спасибо вам большое. У нас в гостях были Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации и Вадим Соловьев, депутат Госдумы, член фракции КПРФ. Будем надеяться, что лекарства от шизофрении мы нашли. Удачи!